Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я вырос в крупном промышленном центре Дальнего Востока, город Комсомольск на Амуре и горжусь этим. И горжусь тем, что те заводы, которые работали у нас там, они делали очень много для нашей страны, для нашей родины. Точно так же, как и мой гость, земляк. Человек, который также вместе со мной прожил в этом городе и живет, продолжает развивать славу этого города. Иван Лошманов. Иван, я очень рад тебя видеть. Доброе утро. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно, что пригласили меня на такую увлекательную беседу и на твой проект. Очень приятно. Я смотрю за ним время и время, как он развивается, как он имеет масштаб потихоньку приобретает и уже такой коваритный и, можно сказать, уже сформированный. Не убирай далеко. Я правильно понимаю, что то, что ты держишь в руках, можно еще раз, чтобы зрители увидели в камере, то, что ты держишь в руках и есть, собственно говоря, вот базовая вещь, наверное, или базовый такой предмет, что ты делаешь. Вот два слова буквально. Откуда пришла идея заниматься и создать собственную компанию имени тебя? Ну, компания, конечно, это, скажем, грубовата. Это мастерская, маленькая элитная мастерская, которая работает в городе в нашем, в Концомольске-на-Амуре и истоки всего пока оттуда. Но вообще пришла идея, ну, как из далекого прошлого, как говорится. То есть, были мысли, были идеи, были руки. Все это на протяжении определенного времени как-то готовилось, что-то работало, что-то и создавалось. Ну, это было все хобби. Это было максимальное хобби, то есть, для каких-то своих друзей, для каких-то своих товарищей. Создавал какие-то, ну, как говорится, прекрасные вещи, чтобы порадовать тех или иных людей, которые мне дороги. И как-то в один прекрасный момент решил воссоздать свое прошлое. Как ты вообще обратил внимание? Ведь, ну, на самом деле, мы никогда глубоко так не копали. Ну, мы в жире обычный, я всегда, знаешь, я помню, он писал автобиографии. Я вырос в семье служащих. Моя мама учитель, мой папа работал на заводе. Классика. Да. Как ты туда глубоко копнул? Ну, у меня, конечно, родители тоже не заменитые никакие. То есть, грубо говоря, у меня отец, это простой стойлер, вот печник, то есть, в то время эти профессии считались одни и самые. И ты видел, как папа своими руками очень много делал? Конечно, он тоже делал, да, очень много. Он учил тебя строгать, там, рубанком? Учил, конечно, конечно, учил. Не просто учил даже, а поучал даже, говорю, неправильно, вот так это надо делать, запомнить, если в жизни пригодится. Одну секунду, я в своих мастер-классах иногда говорю, знаешь, о эффекте магнита и стружек, и люди на меня не понимают. Когда напильником ты железную заготовку, и видишь стружки, они говорят, а что такое стружки? То есть, понимаешь, мы живём совсем в другом мире. Так, ты пошёл к истокам, вот основа твоего рукоделия, правильно? Труд человеческими руками. В первую очередь труд, почему труд? Ну, он, может быть, не каждый приезжает, и труд, он вообще, любой есть труд, правильно же? То есть, думаешь головой труд, пишешь руками труд, а мой труд более физический, что ли сказать, более творческий. И начиная с тех истоков, которые от Петра I произошла фамилия, то есть, это Лошманов. То есть, офф-приставка, Лошман, это сословие было ещё в далёкие-далёкие времена, в 1718 году. А где жили родители, вот предки твои, где территориально? Территориально? Ну, грубо говоря, это Пензенская область. Пенза, Пензенская область, то есть, вот это вот. И оттуда все предки начали иметь свои истории. Ну, а как по судьбе воли все сошлись в разных местах, то есть, отец с Магаданом, мать у меня с Курска, то есть, и вот как-то объединились, и поучился я. Супер, смотри, помнишь, мы с тобой начали обсуждать тему нашего выступления, мы, по сути, готовились к ней целый год. Вот, ещё ровно год назад я приглашал тебя выступить в проекте о предпринимательстве «Уроки российского менеджмента». Я ставлю перед собой цель сделать так, чтобы такие люди, как ты, несли гордое знамя нашей Родины, делая так, чтобы жизнь здесь становилась лучше. И в рамках, ты же предприниматель, ты всё делаешь сам. Всё правильно. Я бы хотел построить нашу беседу в практическом русле, для того, чтобы любой человек, посмотрев нашу программу, мог понять, может ли он это сделать. А я верю, что может. Главное, как ты говоришь, это… Желание. Желание. Желание, конечно. Так вот, давай ещё раз. Вот у нас будет четыре основных блока. Это «Откуда взяла есть идея?», Какие ошибки они у тебя произошли, и от которых ты бы мог нас предупредить в рамках создания компании? Как тебе удалось стать известным, популярным брендом в России? И четвёртое. Как ты планируешь дальше развиваться? Вот примерно в таком кругу. Давай тогда начнём с первого. По очереди. По очереди, да. Откуда возникла идея создать свой бренд, вернуться к истокам своей семьи? Ну, конкретно такой задачи не стояло. Как говорится, оно всё само приходит. Правильно же? То есть, если к чему-то просто идёшь, или просто даже что-то делаешь, даже если копаешь ты яму, то придёшь к какому-то забору или ещё к чему-то. То есть, грубо говоря, то же самое и здесь. То есть, я начал что-то создавать, как я уже объяснял, да, и на каком-то этапе пришла идея сначала сделать что-то, более, скажем так, чтобы люди обо мне узнали. То есть, я решил сделать непосредственно компанию, грубо говоря, бренд, создал логотип, зарегистрировал. Как тебе пришли идеи о логотипе? Я не знаю. Ну, у меня всегда так всё время есть, то есть, любая какая-то, ну, не знаю, компания, мастерская, у них всё равно должен быть свой лейбл, правильно же, по которому ориентируется, то есть, потребитель, грубо говоря, скажем так, клиент, да, и он должен быть красивым, он должен быть созвучным. Что-то, у меня так получилось, что фамилия Лошманов, она имеет, как бы, западные истоки, то есть, от немецкого произвола, Лошмен, то есть, это человек, оттёсывающий дерево, грубо говоря, да. А офф, это уже приставка, это уже к России пришло. На секунду, ты знаешь, есть ещё один у нас человек в России, который сделал недавно свой герб, господин Олег Тиньков, но у него там русских идей вообще нет, рыцарь, средневековье, европейский, то есть, у него бренд такой европезирный, у тебя русский. Нет, я чисто к этому стремлюсь. И вот, я так понимаю, скажи, пожалуйста, вот вообще вера, наше православие, оно помогает тебе как-то, вот помогло тебе как-то в этом формировании, какие-то образы, приходят ли тебе оттуда? Ну, не то, чтобы образы приходили, я как верующий человек, а я верующий человек, и я стараюсь в своём, ну, скажем так, бизнесе, может быть, да, грубо, это грубо, не перешагивать и не идти по головам. Духовность. Духовность, да. Обязательно есть человечность, то есть, в первую очередь, это человечество, чтобы не переступать какие-то пороги, не переступать какие-то каноны, то есть, не переходить грань за невозможного. Сейчас это стало модно делать, что там кто-то носит, там, футболки, крест перевёрнутый, то есть, атеистами считается, или ещё что-то в этом роде. Например, тот же самый знак, лилия, который я использовал, и который многие считают, что это французский знак, это глубоко ошибается, это ещё знак Святой Дивы Марии, он на иконах нарисованный, и мало кто до этого времени обращает. Многие его носят как-то ромашками, тоже как бы отрицают. Вот, я стараюсь, наоборот, подходить к этому, ко всему. Извини, очень много символизма получается, да? Да, у меня вообще, грубо говоря, каждая коллекция, она символизирована, то есть, даже бронза присутствует. То есть, можно по знакам прочесть, что ты хотел сказать. Да, у меня вообще винтаж, что, грубо говоря, это антиквариат называется, это коллекция называется антиквариат. Супер, верну нас к истокам. Хорошо. Вот какой был первый продукт, с чего ты понял, да, всё, я готов идти в это направление. Ко мне обратился один мой друг, и говорит, Иван, вот на рынке столько много кейсов, чехлов для айфонов, да, а ничего хорошего нету. Сделай мне что-нибудь. Вот, с этого и началось. А ты уже что-то делал? Почему к тебе обратился? Ну, как, да, конечно, что-то делал. У меня там уже были какие-то сумки, какие-то портмонерии, мне что-то, но в это направление у меня было мало еще, потому что я думал, мне что-то по-другому. То есть, а время сейчас же модное. То есть, ниоткуда человек пришел и, по сути, развернул тебе твой бизнес в новое направление. Да, он говорит, вот Иван, ну это же модно, это интересно, это всем сейчас, то есть, на рынке очень много дешевых, а нужно что-то качественное, красивое, и желательно, чтобы это было отечественное, русское, и оно с колоритом этим подходило. То есть, я сделал, создал, а все, кому он показал, сам по сравнению, все сказали вам. И как-то это завернулось, я думаю, вы уже соцсеть, как обычно, откуда все начинается-то у нас, там люди подхватывают. То есть, правильно я понимаю, что изначально не было никаких инвестиций, ни в продажи, ни в продающий сайт, Нигде не было, я делал все самостоятельно, все органично, все самостоятельно. Самостоятельно, да, все это было постепенно. Также мы с Филиппом познакомились через эти самые соцсети. А Филиппом, я правильно имею в виду, уже Филиппа Киркорова. Да, конечно, это мой друг, мы с ним уже долгое время, четвертый год дружим, причем плотно. Получилось, как вот, также Инстаграм, когда только он строился, у него еще было 180 тысяч подписчиков, до сих пор, как помню, сейчас у него 1 миллион 100. Вот, и я в Директ просто написал, что вот хочу вам сделать подарок, просто хочу. Чем он меня поразил, самое главное, он, не получив еще подарка, берет, делает репост на свою страницу, точнее пост, и пишет, мне уже, а, я приобрел у дизайнера Вашманова, а главное, говорит, у русского дизайнера великого, там, расписал, чехол, и выяснил, картинка, а я ему еще ничего не дарил, я просто ему только дал, ему настолько это все понравилось, и я не удержался, думал, вот ты меня подкупил, свои вот этим, обычно же как, дашь-надашь, да, обычно же дашь-надашь, да, ты мне дашь, и я тебе тоже, а здесь, почему это я, Филиппо считаю, это звездой, ну, на нашем, грубо говоря, шоу-бизнесе, эта самая макушка, вот, и вот он спустился, как-то, говорит, вот, вот Иван, вот, пожалуйста, репост, вот тебе сделай, он мне ничего не говорит, просто написал все, и, естественно, я сделал все, он потом еще раз, гляньте, какие коробки, он умеет, мы встретились в ресторане, он Добровинскому как рассказал, он уже по-детски умеет подходить к этому, как-то, знаете, с каким-то таким упоением, мы уже собрались, по-чай попели, поговорили в ресторане, собираемся уходить, приходит, забыв фамилию Добровинский, адвокат, адвокат, да, и он из себя так открывает, и начинает, с таким упоением, а мне, я аж растерялся, смотри, какие эти свитки, все такое, и с тех пор у нас завязалась дружба, причем такая плотная, великая. Давай подведем маленький итог, вот, если сделать вывод из вот этого, из этих двух главных аспектов, первое, ты уже начал что-то делать, второе, пришел человек, который показал тебя на открытую нишу, которая существует, и третье, о твоей проактивной позиции, бесстрашной, написать, ну, человеку с Олимпа. Как это все, вот, если маленький вывод, для человека, который сидит сейчас, в таком же маленьком городе, с которого мы с тобой приехали, так, и может быть, даже еще меньше, что бы мы могли ему посоветовать, когда у него возникла какая-то идея? Ну, в первую очередь, не останавливаться никогда, то есть, с первого раза не все получается, и со второго бывает не получается, и даже с третьего. То есть, если вы уверены в своей идее, если вы уверены в своих каких-то мыслях, и не хотите, ну, и хотите, чтобы этого чего-то достичь, то есть, вы должны по-любому идти, у вас должно быть желание никогда не останавливаться, находить подпитку в близких, находить подпитку в родных, в друзьях, экспериментировать, и также ставить какие-то, ну, для себя какие-то опыты, что это интересно или не интересно народу. Соответственно, если чем больше процентов говорит, что это интересно, тем вероятность успеха больше. Вот, и модернизировать, меняться, любить критику, самое главное, то есть, критики относиться... Как по подарку, да, есть такая книга жалобы, как подарок. Да, да, критика, это вообще, это вообще критика такая вещь, это многие не воспринимают, но критика это направление, это формирование, то есть, критика, она всегда важна, потому что мы за, ну, мы все состоявшиеся люди, мы там все какие-то, внутри какие-то... Какое-то я есть. и бывает тяжело переступить, вот это... Нет, надо прислушиваться, как всегда, к любому слову, неважно, человек этот имеет какой-то очень верх, или очень там средний класс, к любой критике, потому что в каждой критике есть какая-то доля правды, потому что если он так сказал, значит, кто-то еще так думает. Прекрасно. Отлично, с идеей мы разобрались, то есть, мы можем ли сказать, что вот этот пост, он по сути сформировал некую концепцию продвижения твоего бренда? Безусловно, конечно. Что было дальше? Вот следующие шаги, вот если такие наиболее важные... Ну, у меня цели такой, конечно, не стояло, чтобы конкретно продвигать свой бренд за счет там какой-то аудитории, именно звездной, там еще что-то. Это все более творческое такое отношение. Это порыв души. Да, это порыв души, это творческое, то есть, я к этому отношусь с душой, с добротою, и безвозмездно все это делаю. Ну, приятно, конечно, когда она еще имеет какую-то отдачу, а в моем случае сложилось так, что это взаимоотношения. То есть, у тебя получается выстраиваются человеческие отношения. Симпиоз такой определенный, да, мало того, он как со стороны точки бизнеса, так со стороны точки человеческих качеств. И все это работает, оно с какой-то, ну, может, прогрессией, можно сказать, потому что я сам по себе лояльный человек, я стараюсь никаких конфликтов не вступать, и даже с теми, которыми я звездами даже общаюсь, да, я никогда не надоедаю. То есть, я такой тихий, незаметный, но меня всегда любят и уважают. Ты знаешь, мы с тобой не виделись, наверное, ну, сколько, когда мы с тобой последний раз виделись, может быть, лет 15 назад. Лет 15, это точно. несмотря на это, мы виделись, как будто вот вчера мы с тобой сидели за... внизу в кафе, и, да, складывается ощущение, что, ну, прошло немного времени. То есть, я подтверждаю это, еще мне очень понравилось, что ты сказал, что ты очень много разбираешься во всем сам. И тебе, наверное, вот, ну, да, я понимаю, у нас у всех было предпринимательское прошлое, и мы, впрочем, там развивались и делали бизнес в эпоху постановления рынка, как могли, но здесь уже серьезный бренд. Что тебе пришлось изучить самостоятельно, для того, чтобы двигаться вперед? Ну, самых первых азов, это... Вообще, у меня идея была такая изначально, это принципиальность была. Я хотел достичь до определенного уровня, сделать все сам. Сам. Все сам. Это слово сам, может быть, оно звучит, как бы так, ну, грубо, то есть, все сам, да, все я, да, все такое, но это было принципиально. Смогу, если это сделать я, значит, смогу продвинуть и дальше. То есть, я отладил все узлы формирования, все узлы, которые могли в дальнейшем двигаться. То есть, в современном языке ты создал правильный, оптимизированный бизнес-процесс. Я в нем, как говорят, по-русски, по-русски шарю. То есть, я, грубо говоря, в каждой отрасли, какой-то человек сейчас у меня занимается, а сейчас у меня уже много людей занимается, он не будет мне, как говорится, лапшу на уши вешать, что это вот так. Я это знаю, как это правильно. Можно я прямо сделаю квинтэссенцию? Уважаемые друзья, часто мы думаем, что мы наймем человека, и он сделает за нас. Да, да, да. Иван сказал, мне кажется, очень глубокую мысль, прежде чем вообще кого-то нанимать, разберитесь сами. Вот именно, это самое главное. Вникните туда. Это главное. А потом вы сможете, если ты не разбираешься, как ты сможешь контролировать кого-то. Потому что, обычно люди, которые особенно наемные, они умеют говорить все, что угодно, и, как говорится, льют мед в ухо, и ты думаешь, что все так и есть, а в какой-то этап это все встает. И потом оказывается, по какой причине? Потому что где-то ты не доследил, не досмотрел и понадеялся на того человека. То есть, я потому и все моменты изучал сам, начиная от создания сайта, это 5 языков программирования, которые я изучил за полгода, и создал сам сайт. То есть, это сопутствующие программы, то есть, это Core, 3D Max, то есть, это такие тяжелые программы, в которых нужно работать. Вот. Не читая там Vortex, это все так. Ты счастливый семьянин же, да? У тебя дети. Как ты находишь, вот сколько времени занимает твой рабочий день? Ну, вообще много. Даже семья иногда обижается, конечно. Как трудоголик, да, как любой трудоголик. во сколько ты встаешь, во сколько уходишь на работу, во сколько приходишь? Так как я живу на Дальнем Востоке, мой график разбит, то есть, мой день разбит ровно на две части. То есть, это первая часть, это по местному времени работа. Дальневосточная? Да, Дальневосточная. Плюс семь часов, да? Плюс семь часов, это московская. То есть, я сплю два часа, работаю десять, вложусь два часа, сплю, работаю еще десять. Получается, что четыре часа сплю, раздевая их на две части. И, только я, бывает, приезжаю, наоборот, в Москву я тут немножко отдыхаю. То есть, товарищи, все это, можно поспать, потому что, ну, чувствую себя по-другому. А дома нет, там все у меня, ну, как бы, строго я стараюсь, так и воспитываю. То есть, у меня даже на моем, на моем сельской работают все люди. Я отбираю очень долго. То есть, никто не пьет, никто не курит. Все семенины. Верующие? Все, конечно, верующие, обязательно. То есть, православные, скажем так. Это я подхожу долго, почему так отбираю, потому что я уже буду искать год-два, но будь тот человек, который мне нужен. Дай мне, пожалуйста, несколько принципов, которые для тебя максимально важны при подборе человека. Ну, это самые простые. Ну, как я считаю, то есть, у меня нет такого конкретного возрастного режима. Ну, в первую очередь, это нужно посмотреть на человека. То есть, пообщаться хотя бы немножко. Это в первую очередь. Но если вкратце так, то есть, ну, обязательно должен быть семенин. Обязательно. То есть, если есть семья и дети, значит, человек уже переживает о семье. Значит, у него есть какие-то задатки. То есть, значит, он уже более-менее ответственный. Вот. Ну, почему не пьет и не курит? Потому что... Не пьет и не курит, принципиально. Принципиально. Даже был, у меня один парень работает. Он курил, бросил. Но хотел работать именно в моей мастерской долгое время. не курит. Причем конкретно, то есть, все, выпивать не так не будет. Сейчас у меня последний Михаил работает. Парень в экспертивной, молодой. Он ровно год ждал, чтобы я его взял в мастерскую. То есть, вот, вот пришло время. То есть, я набираю по мере возможности, когда мне надо. Вот. И он пришел к тому времени, что он будет ждать столько, столько, как надо и будет работать. Вот хочет он у меня. Он творческий. Могу ли я тебя спросить о том, что вот люди со своей стороны хотят, а вот когда ты берешь человека, является ли это для тебя какой-то внутренней ответственностью за человека и за его семью? То есть, что ты на себя берешь? Какие обязательства? Ну, старое доброе посольство, мы в ответе за тех, кого приручили. Для меня это очень важно. Это как в семье. Это, вообще, Масиска, это как в семье. Мы справляем праздники. То есть, ты знаешь все его домашние дела? Конечно. Детей. Не просто даже знаю, То есть, это... В случае сложной ситуации ты можешь помочь. Я встану в три часа ночи, приеду, вот он, грубо говоря, самая простая, житейская, несмотря на что, вот, моего мастера пробил колесо, встал на шоссе, он звонит мне. Я одеваюсь, сажусь в машину, еду, помогаю. Все. Молодец. То есть, я это обязан сделать, потому что, я своим приемлемерам должен показать, что нужно делать вот так. Если что-то будет, я не то, что это дашь на дашь, но я должен показать пример, что если будет нужно нашей мастерской, он донесется точно так же. То есть, какие-то времена, есть же хорошие времена, есть сложные времена, правильные, мы сейчас живем в таком времени, потому что оно все время меняется. И я должен показать, я даже, грубо говоря, в мастерской могу взять и навести порядок. Беру обыкновенную швабру, начинаю подметать, там, что-то убирать. То есть, я показываю все равно, я делаю это не специально, это вот смотрите, я это делаю. Это твой пазы в душе. Это да, то есть, я вижу, что ребятам некогда убраться, потому что заняты работой. Соответственно, я когда прихожу в мастерскую, я не то, что начальник, я такой же, как и они, я сажусь за свой стол и что-то делаю. То есть, своими руками, так же обещаю. То есть, есть что-то, что ты сделал тоже сам? Я до сих пор много что делаю, но у меня, грубо говоря, джинсы мои, которые я специально к этой поездке готовил, то есть, мои идеи были, я хотел еще что-то, ну куртку там, костюм целый, но не успел. То есть, какие-то вещи создаю сам, то есть, вот клач, это тоже, он в едином пока экземпляре, а в двух. Один у Гена Рябака, этого продюсера, Филиппа Киркорова, то есть, он очень давно хотел, у меня три телефона, я хочу, чтобы они все лежали там, вот такой вот. То есть, я создаю, потому что мне это нравится до сих пор, потому что я это делаю не от того, что это нужно, не нужно, мне это нравится. Дай мне, пожалуйста, тоже несколько советов или всем нашим слушателям, вот когда к тебе приходят какие-то идеи, как ты делаешь так, чтобы эта идея не пропала? Ты записываешь, ты ее где-то представляешь, визуализируешь? Нет, все в голове, я не знаю, ну по крайней вере, мне мои терабайты позволяют. Ты как-то развиваешь свое сознание какими-то методами, практиками? Нет, не как-то вот, ну как оно, вообще существуют всякие возможности, ну каждый человек по своим уникалям, то есть каждый человек, если он работает в своей отрасли, вот грубо говоря, я работаю в своем законодательном, а завтра мне скажут, вот Иван, ты будешь депутатом, вот мне там будет тяжело. Почему? Потому что это не моя сфера, то есть я должен знать закон определенный, я должен знать, то есть всю конституцию, то есть я должен заниматься другим, потому что это уже другая сфера. Сколько тебе сейчас лет? 46. Можно ли сказать, что в свои 46, кстати мы с тобой ровесники, 71-го года уже. Можно ли сказать, что в свои 46 ты точно нашел себя? Вот, наверное, к счастью, да, я вообще такой человек, вот маленькая такая ремарка, я не постоянен, я такой человек, что мне всегда, не могу стоять долго на месте, мне сегодня на перемен, я вообще человек перемен, то есть я, если в жизни создавал очень много бизнесов, если так делал, ну, делал, наверное, 45 точно создал, можно книгу большую писать, то есть, и всегда проблема номер один, я здесь что-то сделал, и она неинтересна уже мне, я начинаю ее менять, я ее человеку передаю куда-то, или еще что-то дальше там идет, или просто закрываю, она мне неинтересна, потому что в ней я не вижу больших перспектив, а на тот момент мне было вроде как интересно, здесь в чем преимущество, здесь всегда все разное, то есть я стою новые коллекции, новые изделия, новые моменты какие-то появляются, общение, то есть это все работает в прогрессе, и оно все время сменяется, то есть начиная от того местоположения, где я живу, приезжаю туда, люди, сами идеи, все это работает, и мне это интересно, потому и, грубо говоря, я счастливый, то есть это не грубо говоря, да, то есть это вот и наступило то счастье, когда человеку интересно тем заниматься и посвятить свою жизнь, пускай я поздно к этому пришел, именно, я в свое время думал, что вот это все время я занимаюсь, да, это хобби, ну, это баловство, грубо говоря, я время от времени откладывал, то строительством занимался, то какими-то там делами ещё, и думал, что это вот несерьёзно всё. Искал в себя серьёзно что-то такое в каком-то великом каком-то деле. Оказывается, всё рядом. Всё рядом. Надо просто обвинуться, посмотреть. Я вообще сделал так, вот у меня есть люди, которые некогда обращаются, как найти себя. Я говорю, это надо, в первую очередь, это мой совет, я так не делал, но это мой совет, я так вижу, что людям надо время от времени составлять список, что ему важно в этой жизни, и обращать на это внимание, и каждый раз его сокращать хотя бы до пяти пунктов. И из этих пяти пунктов потом уже выбирать и определяться. То есть это такой маленький совет. Прекрасно. Невозможно пройти путь к успеху, не споткнувшись или не упасть. Какие-то ошибки. Скажи, пожалуйста, вот какие характерные ошибки были у тебя в рамках создания вот этого нового бренда, и от каких бы ошибок ты в совокупности вот через эти расшибки мы могли бы сказать нашим слушателям, чтобы как бы им поступать в тот момент, когда они почувствовали, что они ошиблись, или может быть даже избежать этих ошибок. Ну вот на протяжении всей жизни, грубо говоря, какие-то ошибки были, я имею в виду, в отношении бизнеса. Но в отношении именно бренда Лашманова я вот таких ошибок великих не совершал. Единственное, что может какие-то действия не совсем, ну как опять, все же нацелены на бизнес, да? А я человек творческий, да? Я много делаю, делаю, которые не приносят абсолютно никаких отдачи финансовой, грубо говоря. Я это делаю просто из удовольствия. Бывает просто я сделал что-то, какая-то там, ну грубо назовем это, акция, да? Она прошла бесследно. Я даже об этом не жалею почему-то. Ты сделал добро. Да, я просто вот сделал, то есть и каких-то ошибок великих не совершал. Просто единственный совет, да, людям, что они хотят в жизни иметь. То есть если это цельный бизнес, то это немножко другая сфера. Это надо изучать и быть немножко, ну грубо говоря, как пожёстче что ли, да? А творческие люди, они идут все равно от души, от сердца, от головы. То есть это, они немножко думают по-другому, то есть мыслят по-другому. И таких ошибок, вот если честно, посоветовать не могу. Единственное, что я могу посоветовать, никогда не лениться. То есть лучше встать пораньше, лечь попозже. Значит будет больше сделано, значит ты в этот день прожил не зря. Соответственно, наступит тот момент, когда ты сможешь расслабиться. То есть у меня, я вот всё жду, когда он наступит. С каждого раза заворачиваться, заворачиваться всё больше. Но там уже в другую сторону, то есть это как комок. Первый комочек взял, да, вот и катится легко, да, но он маленький, а хочется побольше. О, большой, а тяжело, катить-то его. Здесь вот принцип примерно такой же самый. То есть, так что вот главное не лениться. Вот не лениться и всё. То есть я так думаю, что и главное, ещё мало того, что не лениться, самое ещё главное гордыню сильно не открывать. Почему? Потому что гордыня иногда мешает работать. Потому что люди, вот я встречаю в своей жизни, многие люди, гордость не позволяет много делать. То есть подойти первым, познакомиться, поздороваться, даже самому же спасибо сказать, здрасте сказать. Самые простые вещи, а в общении это очень важно, особенно в творческом. То есть общение навсегда стимулирует и продвигает любое, то есть любое направление, любое абсолютно. Ну, как-то так. Если бы сейчас вот, я уверен, что нас будут смотреть какие-то молодые ребята творческие, которые ищут себя вот сейчас в начале своей профессии, или может быть даже наоборот, люди, которые жизненно, ну, собственно говоря, как и ты, как и я сейчас, которые продолжают искать себя через это дело. Вот где черпать вдохновение для этих идей, помимо того, что ты говоришь, вот этот список, что нравится, что еще может человека подтолкнуть найти то дело, которому можно будет посвятить свою жизнь? Ну, я, ну, конечно, банально, семья, там дети, по большому счету нужно быть разносторонним. Ну, не знаю, там люди же разные есть, да, они берут информацию то с интернета, то соцсетей. Опять же, и какая стимуляция для каждого, она же разная, да, то есть одному скажешь спасибо, да, ему же хорошо, другому напишешь петицию, какой он хороший, а мы все мало. То есть мы же все настолько разные и избалованы по-разному. Ну, черпать, это, первое, надо быть оптимистом. То есть если человек оптимист, ему легче черпать информацию, то есть вот именно поддерживающую какую-то. Ну, и, конечно, все равно родные и близкие помогают. Это же все равно же то тепло, это тот очаг, когда ты приходишь отдыхать, и где-то это тебе помогает добрым словом, да, то есть, соответственно, ты наутро встаешь более свежий, больше мыслей. То есть эта вторая половинка должна быть всегда рядом. И она должна всегда четко чувствовать, многое прощать, намного не обижаться, вот, ну и заупотреблять этим тоже нельзя. То есть это вторая половинка, она всегда чувствует очень хорошо, сильно. То есть вот моя половина, вот сейчас я здесь в Москве, да, она непосредственно на рабочем месте. То есть она следит, она смотрит, то есть все это контролирует. Она твоя партнер в бизнесе? Конечно, она мой друг, она мой партнер, она моя жена. То есть это все в одном. То есть это редкий случай, да, когда я в человеке приобрел все. Помнишь ли ты тот первый момент, когда вы виделись? Конечно помню. А что это было, как это произошло? Ну, это, конечно, все банально, но, грубо говоря, это был ресторан. То есть это куда пригласили меня друзья, и, то есть мы посидели, пообщались. И они говорят, поехали в гости. У меня есть, говорит, знакомые, это у него там тоже была будущая жена. То есть так скажем, то есть они вместе дружили. Ну, приехали в гости, ну, как обычно там с первого взгляда, ну, вроде какая-то симпатия возникла, ну, с первого взгляда не всегда же все получается, да. То есть симпатия какая-то возникла, но все это, как бы так, не то, что холодно, да. Ну, как бы, ну, все же джентльмены там, все, спасибо, до свидания, до встречи. Сколько длился твой конфетно-букетный период? Слушай, у меня самое, наверное, долгое, где-то год и два месяца. Ого! Я человек, ну, опять же, смысл в чем получается? Есть же люди, не то, что люди разные, а моменты разные. То есть, когда ты видишь в человеке потенциального какого-то своего человека, ты относишься к этому совсем по-другому. Ты стараешься не испугнуть. То есть ты успел сразу разглядеть? Да. Ну, у моей супруги волос там ниже колена, то есть такой богатый, то есть молодая, красивая, то есть и самое главное, она была развита не по своим годам. Ей в то время было 19 лет, а мне уже было 35, 36-й год шел. Да. И у нее был всегда, ну, как сказать, ум взрослой женщины. Чтобы сейчас это было как практический совет, вот как ты считаешь для настоящего мужчины, какими качествами женщины, она должна обладать, чтобы стать его партнером по жизни. В первую очередь, мне так кажется, в первую очередь, все-таки она должна чувствовать человека. То есть, это, знаешь, вот есть плюс-минус, да? Вот если после один, то идет два. То есть это какие-то моменты, что это на каком-то даже можно инстинктивном уровне, да? Но мы должны, как это быть такая близость, именно внутреннее духовное совпадение. Это как вот пазл совпадается. То есть, не знаю, есть чашка, должно быть блюдце. То есть, грубо говоря, такие вещи. То есть, это как-то тяжело даже объяснить. Но в первую очередь, конечно, это все-таки... Что должны мужчины почувствовать по отношению к этой женщине? Ну, конечно, любовь в первую очередь. Вот. Ну, я не знаю, может быть, ну, много фактов. Покладистость, я не знаю, там, какая-нибудь, я не знаю, это такой щепетильный, такой даже, можно, инстинктивный вопрос. Но, тем не менее, это все вкупе, да? Это духовное соприкосновение, так вот. Я не знаю, как это объяснить. Это такой немножко закрытый, не тоже закрытый вопрос. На самом деле, я за это не додумывался, знаешь, вот, за какие качества ты ценишь свою, там, многое говорят. Видишь, как прекрасно. Да, я не задумывался. Я знаю, что это мой человек. Она сейчас будет насмотреть, и она думает, что у нее улыбка теплая на лице, наверное, сейчас. Просто такие вещи, это невозможно. Знаешь, вот есть друг, да? Ты же не за что его ценишь, там, да? А именно близких друзей. А с кем-то в дворе выросли, да? То есть, и он по жизни теперь придет. Ты часто говоришь, что ты ее любишь? Конечно. Ты можешь сейчас это сделать. Я цветы, да, дорогая, моя любимая, в прямом эфире для всей страны, как говорится, я тебя люблю и обожаю. Ты у меня самая-самая прекрасная. Спасибо тебе большое. Я тебя целую. Скажи мне, пожалуйста, вот агрегировано, почему семья для человека важна? Ну, это, наверное, это вообще, опять же, инстинктивное. Грубо говоря, возьмем животных, да, каких-то. У животных, вообще любой животный мир, они, то есть, если посмотреть, ну, на людей, вот, вот, это вещи, вот, как мои вещи называют, это для бомпендрежа. А вы посмотрите, любые животные, они же все тоже выпендриваются. Перед самочкой, там, я не знаю. Танцуют какие-то. Да, вот это голубей, вот он танцует, она же как-то заценяет, Пальвин там, он красивее, чем сама Пальвин, грубо говоря, да. То есть, у всех это на инстинктивном уровне есть. Единственное, что люди могут это как-то приостанавливать, задумываясь я бы об этом, что вот, ну, некрасиво там в какой-то обществе, да. Мы все как-то, вот, я не знаю, вопрос пропустил. Всё прекрасно. Я, основа. А, основа, да. Я про то и говорю, что семья, почему, ну, важно, это инстинктивный уровень, то есть, но он не у всех почему-то работает. Почему, объясню, потому что он есть закоренелые холостяки. Ну, это может где-то внутри, может что-то в прошлом жизни что-то случилось, но для меня, например, почему важно, потому что это то место, где тебя любят, где тебя ждут. Ты тебя уважаешь, поддерживаешь, конечно, конечно, я такой человек, да, я просто не очень долго болею, то есть, вот с кем-то поругаясь, да, я это очень сильно переживаю. И когда я прихожу домой и, например, буду часто ругаться, да, я буду реже приходить, правильно же, то есть, почему, потому что я ещё такой характер у меня, то есть, я Овен по гороскопу, да, хотя всё не приурочив, что там 12 всего этих, и всё это как-то глобализирует часть миллиардов под одну и 12, то есть, ну, тем не менее, Овны, они более-менее такие, ну, как, вот у меня есть, с кем-то я дружил, да, если раз я поссорился, я с ним дружить буду, да. Но уже отношения будут. Иван, уже на другом уровне, то есть, на ступеньку ниже. Иван, какие, назови, может быть, там самые главные принципы воспитания детей? Ну, вот я, ну, не знаю, мне сын уже 22 года, да, ну, он как-то, вот он уже вырос, да, уже такой взрослый, уже парень, а я хочу быть самостоятельным, он сейчас ко мне в морсистскую перебирается, он хотел быть отдельно, ну, это одна история, и воспитание, вот, я не, ну, как и все нормальные люди, ременьи тогда прикладывали, это, ну, это, грубо говоря, русская традиция, что ли, то есть, ну, всего лишь три раза, и он эти три раза помнит. Помнит. Да, и он почему помнит, мы с ним разговариваем, говорю, ну, как-то вот назову, а Юрий, ты помню, говорю, а за что? Не пить, не курить, не воровать. И он не пьёт, не курить, не ворует. Прекрасно. То есть, я не спорю, что эти методы не совсем современные, не совсем гуманные, но ребёнок, мальчик, я, потому что сам был мальчик. Мужчина. Мужчина, да. Мужчина, да. К нему по-другому не достучаться. Почему? Потому что это экспрессия, это молодость, это сила, это какая-то вот необузданная сила, то есть, её надо как-то обуздать. Когда, грубо говоря, вот идёшь, да, о чём-то думаешь, и кто-то тебе что-то скажет, ты не помнишь. А когда киптом болью тебе, ты помнишь. Ну, правильно, Жанна, по созданию уровней. Абсолютно, Класс. Ты знаешь, мы сейчас живём. Ещё, поправьте, я не просто ещё, когда воспитывал, вот он, грубо говоря, ремнём, мы после того процедуры, ну, хоть и жёсткой, но мы минимум как час беседовали. Разговор. Разговор, обязательно разговор. Можно просто разговор, но есть выпьющие моменты, почему это совершилось, то есть, это после чего-то. То есть, мы сидим, объясняем, что это не просто у меня было какое-то зло на душе, и я просто выплеснул её, а мы сидим, разбираем ситуацию в целом. И это минимум как час мы должны понять, и он должен понять, и прийти к тому, что это было правильное решение. То есть, не просто папа злой пришёл, да? Да, и он там победит на тебя. Да, а мы сели, разобрали. Мы ещё утром встали и ещё раз закрепили. Ты понял, почему это папа сделал? Ты почему, то есть, саму ситуацию понял? И до того, чтобы ребёнок реально понял. И чтобы это осталось на всю жизнь, не из-за того, что я зло выместил. Слушай, его очень классно. У меня тоже сын, ему 10 лет. Я вот сегодня в школу его отвозил, и мы с ним тоже... Я стараюсь каждый момент, когда я с ним вдвоём, тоже побеседовать. И, как ты знаешь, я слушал какой-то налог очень интересного человека, и он сказал очень правильные три вещи. Настоящий мужчина должен очень сильно думать всегда. Если он обдумал только тогда сказать, и вот если он уже сказал, обязательно сделать то, что сказал. И вот мы сегодня с сыном обсуждали, почему так важно хорошо думать, почему нужно говорить только то, что обдумал, и почему обязательно для мужчины важно держать слово. Если ты уже сказал, ты это должен сделать. И вот этому маленькому человечку, 10 лет, я тоже пытаюсь передать это тоже. Это очень важно. Спасибо тебе за прекрасные инструменты. Это очень важно. Ты правильно делаешь, потому что ребёнка формировать нужно заранее. И чтобы он понимал именно ценности и каноны, которые сейчас ты ему приводишь. Потому что она сейчас как губка впитывается в себя. Видишь, как удивительно, мы начинаем о бизнесе, а возвращаемся к истокам. Если сформулировать вот такой вывод, второй вот этой большой части, что успешный человек в бизнесе, он успешен тогда, когда у него базовые вещи, ценностные ориентиры выстроены правильно. Семья, жена, воспитание детей. Конечно. И тем самым он транслирует и на своих подчинённых, беря за них ответственность и принимая в команду только тех людей, которые для него, безусловно, близки по духу, и он готов с ними разделить и радости, и горести. Потому что, когда ты предлагаешь что-то сделать, или как-то это, чтобы это выглядело, ты должен сам соответствовать. Потому что оно должно быть у тебя сформировано, что в первую очередь это твоя ячейка соответствует. То есть ты как управленец, как управляющий, у тебя должна быть семья грамотная, чтобы не было так, что я тебе советую, ты должен быть таким, а сам я другой. Правильно? Красно. Завершая нашу тему по бизнесу, давай поговорим немного о будущем, помечтаем. Вот каким ты видишь свой бренд, свою компанию, себя, там, не знаю, ближайшие 5-10 лет? Как бы ты хотел, чтобы твой бренд развивался? Что, какую идею в России, вот в нашей родине он должен нести? Чему он должен служить? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы это был бренд с большой буквы. И не именно, чтобы его знал весь мир, да, именно, а чтобы определенные круга, потому что, ну, когда переходишь на другой уровень, то есть это, грубо говоря, не масс-сектор, как его правильно это назвать? Такой премиум-сегмент, да? Да, чтобы был премиум-сегмент, ну, чтобы, опять же, не переваливать его и не распыляться на все, что можно было быть, да, то есть это очень тяжело, потому что это должен быть завод, фабрика и тому подобное. Чтобы не было размывания бренда. Конечно. И когда в 2014 году я получил письмо от президента, благодарственное, то есть за вклад развития народного ремесла, у меня открылось второе дыхание, грубо говоря, и у меня появились всегда новые идеи, то есть с тех пор я их воплощаю потихоньку, то есть эта награда, она из самых дорогих, и мне она везет на самом почетном месте. И я решил, ну, для себя внутри пока постепенно разрабатываю, иду к этому, то есть, ну, фирменные бутики это одно, то есть это все, это составляющие. Ну, хотелось бы сделать, чтобы это было какое-то фундаментальное, то есть это какое-то такое вот составляющее, чтобы люди могли гордиться этим, не только я, не только у меня работают, а в ответ на западные какие-то определенные бренды, что у нас есть тоже вот такой бренд, который отвечает тем же самым стандартам, а в некоторых случаях еще и лучше. Потому что на сегодняшний день, то есть, грубо говоря, те награды, которые я получал за рубежом, международные, и те критики, и те, кто знает меня, то оценивали это. То есть вот даже Филипп, когда первый раз меня увидел, говорит, Иван, я повидал на этом свете немало. Вот это лучшее, что я видел. То есть, а Филипп это тот человек, который реально, то есть он был везде, знает все, им дарят такие изыски. То есть, и это тоже меня вдохновляет, потому что я знаю, что я на правильном пути. И я думаю, что я не хочу, чтобы это была глобальная корпорация, или еще что-нибудь. Она оставалась, ну, на каком-то определенном своем уровне, ни больше, ни меньше, да. Ну, дать пример тем людям, которые тоже развиваются, что можно любую мастерскую, самую даже маленькую, сделать элитной, сделать ее известной, и сделать ее, чтобы люди гордились. То есть, это не обязательно какие-то нужны заводы, не обязательно бешеных денег вложений. Это максимально нужно желание и идея. Все, и в этом направлении только и продвигаться. Прекрасно. И вот если бы ты еще помечтал, как бы ты видел, вот, что должно, какую идею несет твой бренд? Вот человек, обладая, покупая изделие твое, что он должен чувствовать? Ну, в первую очередь, тепло, ручного труда. То есть, это создавалось непосредственно руками. Ну, все равно гордость. То есть, например, последняя коллекция у меня с орденом Брадзова Орва, да, это истина конкретно русская. То есть, и в нем вложено все, что я знал историю вот до 17-го года. То есть, это вот мне нравилось. То есть, этот орел двуглавый, который Николай Второго. То есть, я хотел обуздать, чтобы это не просто это была атрибутика какая-то, да, там, я не знаю, на одежде еще, а чтобы это было немножко, ну, в него вложен сакральный смысл, который человек несет, и который с гордостью мог внести эти вещи. То есть, самый простой, там, кейс от телефона. Но он им гордился, что это сделано было именно мастерами российскими. И именно не просто с какой-то символикой, еще что-то. А это было все обыграно настолько, что это символически несет сакральный смысл всей истории России. И ты в руке держишь, не знаю, вот у меня заказывают, в Саудовской Аравии заказ был. То есть, именно из этой же коллекции, и причем это именно те люди, которые там живут, не русскоязычные. То есть, мы долго переписывались, она на английском ломаном, но я на ломаном, пока мы там друг другу все это поняли. Я не знаю, для чего он заказывал, потому что тяжело выяснить. Но он заказал целую партию, то есть, всех изделий по чуть-чуть. И в Саудовской Аравии, я не знаю, что он с ними там делает, но видно, с ними как-то ходит или кому-то дарит. То есть, ну это та страна, которая вообще закрыта для России, грубо говоря. То есть, я не беру там Японию, Германию, она со всего мира заказывает. Вот. И я так думаю, что в ближайшее будущее эта коллекция разрезается еще больше. У меня есть там новые идеи. То есть, это настольные предметы, то есть, это орлы. То есть, у меня там глобальные. Это все именно из бронзы, все это такое колоритное. Чтобы человек, подарив или поставил себе на стол, он чувствовал, ну не знаю, как вот вся Россия большая, да? Такой вот вес, что это реально гордость. Та, которую Россия несет, которую мы сиска и наши, несет тепло, уважение. Мне кажется, это все должно быть в одном целом. Что такое для тебя родина? Ну, родина это то место, которое тебя любит, ждет, ждет тепло. Не знаю, родина. Вот я уезжаю отдыхать в любой, там, после раз в Вьетнам ездил. Ну, хорошо. Ну, 20 дней проходит, не хватает снега. Вообще ничего, все не так. Сначала приезжаешь, в виде хорошо отдыхаешь. Через 20 дней все не так, все не то, все надоело. Хочу домой отдыхать, надоело отдыхать. То есть, это родина, там где-то родился, там и пригодился. То есть, это по моему поводу. Я почему из Концомольска не уезжаю? Меня вот сюда тоже зовут, мои друзья. Хотел, что поможем, поставим, все сделаем. Москва немножко, город сильно сумбурный, сильно такой суетной. То есть, родина считает, то есть, родина вся большая, но есть у каждого в родине, есть маленький какой-то клочочек земли, где ты все время живешь, где ты все время существуешь, где тебя этот клочок земли обогревает теплом и ждет. То есть, это у меня Концомольска на Амуле. То есть, это не последовательно моя, хотя я родился в Магадане, Магадан мне в Фаснах иногда снится, то есть, это бухта Нагаева, это все как пароходы, такая романтика, можно сказать. А это вот клочок земли, который, я не знаю, даже говорят, там у комары у вас там, да мы их не замечаем, мы там с ними родились. И родина все-таки, это как духовная, это как вера. То есть, это вот своя душа, то есть, она присутствует здесь, как душа всей планеты, да, и она тебя незаметно как-то, не то что манит, да, а зовет все время. И ты на каком-то сильном уровне, где ты долго побыл, а хочешь домой. А дом, это как вот семья, это как жена, родина то же самое, это жена, семья, только немножко поглобальнее еще. Так что, родину не променяем ни на что, это наша семья. Незаметно наше время пролетело. Очень быстро. Скажи мне, пожалуйста, вот такой последний вопрос к тебе, в чем секрет твоего успеха, в чем секрет Ивана Лошмана? Ну, как всегда, секретов таких особых нет, он самый простой, его все знают, но мало кто им пользуется. В первую очередь, конечно, никогда не останавливаться, никогда не лениться. То есть, это самый простой, житейский, то есть, всегда быть уверенным в том, что ты делаешь. То есть, всегда на 100%, если ты начал сомневаться, значит, будут другие сомневаться. Если дал ты повод самому сомнению себе, значит, дашь повод и другим сомневаться. Ну, и самое главное, я в своей жизни максимально убрал телевизор от себя, то есть, я смотрю только новости, а это 10 минут, не больше, все, достаточно, я получу эту информацию, то есть, развлекательные программы с семьей, то есть, убрать те предметы, которые отвлекают тебя от основной идеи. Я понимаю, что соблазнов нынче в жизни нашей очень много. Хочется и туда, и сюда, это мешает по-любому развитию. Если вы хотите что-то развить, это мешает. Вы можете развить, а потом пользоваться уже телевизором, все что угодно, когда поедет в свободное время. Главное, не лениться и быть целеустремленным. Спасибо тебе огромное. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Наша программа подошла к концу, и я с чувством великой гордости за то, что я знаком с тобой лично. Спасибо. За то, что мы с тобой жили в одном городе. Я рекомендую всем вам обратить внимание на этого удивительного человека. Сегодня мы развиваем предпринимательство, мы говорим о том, что нужна предпринимательская идея. Нет лучшего примера, чем показывать наших русских людей, наших людей, которые в России достигают своей собственной величины за счет труда, за счет человеческого, ручного труда. И я предлагаю вам всячески приглашать Ивана на свои мероприятия. Обращайтесь ко мне, обращайтесь к нему напрямую, мы вам поможем все это организовать. Буду рад, если его идеи, его светлый образ и его коллекции будут помогать нам строить нашу родину. Большое спасибо. Мне тоже было взаимно очень приятно пообщаться. Очень мало, конечно, времени, но задели самые интересные такие моменты. И я также хочу пожелать твоему проекту больших высот продвижения, чтобы оно было жив вечно. Спасибо. До новых встреч, друзья. С вами был Роман Дусенко на «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрик. Пока.